привет привет вы на канале когда жара вчера словили пасмурный денек а сейчас сейчас мы уезжаем вот такую шикарную солнечную погодку прямо по курсу сейчас попробую заснять как меняются пейзажи когда вы двигаетесь по чуйскому тракту за спиной остался кошагач до него 30 минут есты примерно плюс минус так как чуйский тракт это в основном серпантины здесь в этом районе вы можете отдохнуть от рулежки здесь широкие широкая долина и дорога продолжена прямо едете разгоняетесь отдыхаете вашему взору открывается северо чуйский хребет зрелище невероятное процессе наслаждения этими невероятными видами не забывайте пожалуйста обращать внимание на дорогу вот такие повороты справляйте скорости будьте осторожны какая красота огромное пространство и почти прямая дорога еще раз повторюсь уважаемые туристы название этому великолепию из севера чуйский хребет а вот этому великолепию я название не знаю двоечник деревню курай проезжает здесь перекресток четыре магазина так сказать четыре магазина на одной точке на фоне севера чуйского хребта раскинулась долина реки чуя на берегу еще снег не растаял 9 июня здесь есть с десяток другой смотровых площадок где вы можете оставить свое авто прогуляться и насладиться вот такими пейзажами великолепным посидеть попить чаю подумать о вечном вон машинка стоит нас ждет поехали пейзаж очередной раз сменился невысокие такие скалы дорога идет как серпантин здесь река она смеется такими небольшими озерами и болотцами скоро невысокие скалы рыжевато коричневого цвета местами что-то где-то осыпается на прямом участке отдохнули сейчас серпантин и серпантин виляем влево вправо вправо влево влево вправо здесь речке говорим до свидания и сейчас будут озера и болотца полевую сторону дорога ведет все ниже и ниже а скалы становятся все выше и выше то ли еще будет а снежные вершины за нами таки подсматривают осыпается кое-где а здесь вот такие озера это не река это вода стоячая можно правильно сказать это старица еще одна старица и вот такие болотцы еще по пути попадаться будут такие скалы болото еще болото еще скалы несколько километров будет продолжаться вот такая вот вот такая вот песня будет продолжаться несколько километров пейзажи постепенно меняются здесь уже горы повыше на поворотах будьте очень внимательны особенно вот такие когда не видно что там с этим поворотом будет очередной так сказать сад камней здесь нас уважаемые туристы все еще приветствуют северо чуйский хребет а мы между тем едем все ниже и ниже а горы становятся все выше и выше сейчас такое ощущение как будто мы прям в эту скалу несемся в самое ее подножье справа будет родник а слева озеро господи озеро бирюзовое такое бирюзовое такое озеро вот он родник мы тут тупим конкретно просто идем за дорогой офигеваем от видов вот здесь можно остановиться набрать водички да насладиться вот этим шикарнейшим сумасшедшим видом гейзерное озеро вот хоть у кого-то мозг работает гейзерное озеро сейчас проезжаем оно где-то вот здесь находится офигеть какие офигенные скалы простите уж меня за мой язык как в анекдоте читал только букварь и синюю все, две книги вот эта дорожка деревянная ведет к гейзерному озеру гаишники местные с ними надо быть внимательными очередные болотцы большие в долине заехали в Акташ Акташ это такая деревня где база на базе и базы погоняют здесь баз 100 тысяч миллионов базы, базы еще базы и так далее и тому подобное базы построены плюс еще базы которые еще строятся еще места где базы будут строиться в Акташе есть две заправки на въезде и на выезде заехали в Акташ ненадолго здесь где-то есть марьера нам нужно купить огурчиков и помидорчиков уж простите за подробности центральная так сказать не знаю площадка Акташа Марийка вот она в Акташе кстати достаточно большой магазин марьера с отличным выбором и адекватными ценами все свежее в Акташом в очередной раз пейзажи меняются вот на таких поворотах друзья поосторожнее лучше сбавлять скорость и быть крайне внимательным мало ли что несемся по Чуйскому тракту внимательно смотрим на дорогу а там такой подъем что на встречку вылазить то не очень то и хотелось по-моему там несется машина нужно очень аккуратно вот сейчас вот как бы тут аваривание соорудить жеребятки красивенькие маленькие хоть они хоть 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 не ходи сюда это не лошадь здесь уже горы как видите не скалистые они поросшие травой на той стороне всегда лес здесь очередной сад камней базы коих много и сейчас долина начинает сужаться горы начинают прижиматься друг к дружке речка вьется и дорога вьется не знаю река чуя дорога я тебе уже говорил да невероятно живописная дорога особенно для городского обывателя желательно каждому кто любит красоту кто любит природу найти способ и побывать здесь покататься по Чуйскому тракту понаслаждаться от долины ничего не осталось сейчас горы прижимают дорогу с обоих сторон горы высокие вот такие скалы проезжаем все очень живописно словами не передать камера тоже так себе вам передаст всю эту атмосферу лучше сюда приезжать самим конечно а вот гаишники здесь и вот так вот да надо быть еще вот в этом плане внимательно животных много и они частенько выходят на дорогу и не спешат вас пропускать вообще никак а дорога все ниже и ниже а скалы все ближе и ближе дорога идеальная а здесь мы на базе останавливались вот она скала сидишь на базе смотришь на эту скалу вокруг тоже горы скалы все близко были горы высокие здесь же и в баньку сходили здесь же и переночевали кайфовенькое местечко идеальная для путешествия дорога в идеальном для путешествия месте замечательную здесь парковочку сделали решили остановиться а там туалеты есть вижу и все горы разные все горы живописные обратите пожалуйста внимание вот на эту скалу как она нависает вот такая вот парковочка и здесь водопад шерлак девичьи слезы вот так вот он и выглядит тропинка и собственно сам водопад шерлак идете такие идете и выходите к водопаду шумно и очень свежо это водопад девичьи слезы а вот это похоже рядом водопадик водопадик мышкины слезы девичьи слезы мышкины слезы с самого верха вот так кстати водопад выглядит с парковки туристу надо подкрепиться да ландшафт поменялся здесь уже ни о каких степях речи не идет река скалы горы лес местами туристы поехали много машин в ту сторону погода наладилась туристы поехали обалденные скалы обидеть ее пожалуйста она спит что ли дремлет бочка загнали на бочине стоит жует мерно здесь особо как бы животные не напрягаются привыкли к машинам видно что они не шугаются в автомобиле в основном для понимания я не везде снимаю и если вы поедете этой дорогой ни разу не были вы увидите гораздо больше этих красот чем сейчас я на камеру вам снимаю если очень коротко сказать про Алтай здесь красоты немеренно такой крутой спуск спуск вниз спуск архитектуры лицо воина меч датируется все это две тысячи с половиной лет назад что здесь происходило бронзовый век петроглифы засняли едем дальше и место где все это находится берег у люди какой живописный я наверно таки не доснимаю видео так как я его задумывал смысл в том что пейзажи меняются природа меняется пока вы едете по Чуйскому тракту за сменой пейзажей очень интересно наблюдать восторгаться восхищаться шикарные пейзажи внизу река Чуя и вот такой берег крутой крутейший как в песне про коня а к речке не идут слишком берег крут вдыхаю всем своим существом все эти великолепные пейзажи насколько у меня хватит насколько хватит объема моей души вы видите здесь девушку и я не вижу а она здесь есть а меж тем посмотрите на каком симпатичном камушке то я сижу ой слов не хватит чтоб все это выразить как здесь кайфово пока пока камушек пока река пока пока гора если судьба благоволит я здесь еще окажусь забыл добавить уважаемые туристы что я участок Чуйского тракта снимал который между Кошагачем находится и между перевалом Чикинтаман газовая плита готовим завтрак гречка сушенка территория базы здесь есть души туалеты есть в домиках отдельно туалеты и домики здесь должен быть душу недоделан умывальник толчок и домик печка пять спальных мест стол классно кухонька очень понравилась такая летняя а я на видео здесь газовый баллончик здесь газовая плита сделана вот так вот здесь лавочка такая стол длинный готовишь кушаешь и что здесь еще одна кухня и что очень удобно так это то что здесь вот мойник рядом вышел из кухни помыл что надо все удобно так вот садитесь солнышко светит здесь горы видно красота экстренное включение друзья как обычно между перевалами тоже красиво но самая красота да конечно самые масштабы это за перевалом Чикинтаман в сторону Кошагач еще пару кадров вам уважаемые туристы вот так вот выглядят места между перевалами Чикинтаман и Семинский машинка проголодалась заправляемся горы снежные в таком месте остановочка Огромные плантации огоньков мы сейчас поехали а так все как обычно поля леса горы внизу где-то бежит река а вот здесь огоньки даже поближе красотища все цветет сегодня 10 июня поднимаемся на перевал Чикинтой на перевал Семинский подъем долгий будет здесь такое количество кедров что я бы этот перевал назвал не Семинский а кедровый перевал кедровый очень много кедров уважаемые дамы и господа заходим на посадку прошу любить и жаловать перевал Семинский много-много всякой разной торговли кафешки перекусить туалет платный на том конце туалет бесплатный перевал Семинский в узких кругах кедровый поездок на переговор прощения поездок 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 на поле москва поездок не выглядит как-то так. Очень много лиственниц и очень много огоньков. Просто все поля усеяны огоньками, усыпаны. Огоньки занесены в Красную книгу. Не забывайте об этом, пожалуйста. Ближе к Можирку природа уже становится вот такая. Проезжаем деревушку под названием Черга. А здесь проезжаем желтые поля. Огоньков уже не стало. Их не видно вообще. Зеленые поля, желтые цветы и вот такой пейзаж. Растительность поменялась ближе к Можирку. Здесь уже сосны, березы, березы, сосны. Лиственницы уже стало совсем мало. Кедров не видать. Три минутки видео осталось. Шаримся по березовой Катуне. Ну красота. Беседочка как мощная, с качелькой и похоже с куропаткой. Светильник прикольный. Ресторанчик на берегу искусственного озера. Симпатичненько здесь. Если видео оказалось полезным, значит моя миссия выполнена. Мне благодарите. Ставьте лайки. Или как там. Путешествуйте. Будьте счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok